на канале даниила и ларисы сегодня речь пойдет о напитке который по праву может называться как напитком королей так и королем напитков мы будем готовить ячменный виски настоящий классический ячменный виски технология изготовления которого не менялась веками и так туманном альбионе когда-то кто-то сварил кашу из проросшего ячменя ячменя и эта каша стала сладкой люди удивились наверно оставили эту кашу где-то через некоторое время она забродила ну и собственно говоря получился первый хмельной напиток который из которого потом мы как бы который потом уже стал делаться как пиво когда появилась дистилляция как мы знаем любой спирта содержащий напиток можно перегнать произвести процесс дистилляции чтобы получить более крепкий напиток и вот он основа напитка королей ячмень из этого ячменя можно сварить как пиво так и виски я купил 5 килограммов как он потрясающе пахнет 5 килограммов молотого базового ячменя стоит он 16 гривен за килограмм покупал его в интернет-магазине masterbeer.com.ua это украинский интернет-магазин собственно говоря работает по украине но цена очень классная вот именно в этом интернет-магазине очень классная цена на солод причем есть разный солод есть и пивные наборы есть вот такой вот базовый солод он называется у них просто солод для виски есть карамельные всякие солода мюнхемские венские и так далее и действительно самые низкие цены в украине при розничной покупке собственно говоря я буду на 25 литров сусло я буду использовать 5 литров ячменя то есть один к пяти и также я купил дрожжи называется turbo виски моей любимой польской фирмы бровин покупал я их магазине грей газ романия в котором тоже магазин находится работает на территории украины котором тоже самая адекватная цена 65 гривен за вот такую вот пачку дрожжей чем хороши эти дрожжи они изготовлены как бы специально для зерновых культур и в них добавлены еще ферменты которые в процессе дрожжения до осахаривают декстрины которые есть брак также в чем процесс нам надо солод собственно говоря нам надо разогреть воду до температуры 68 градусов и поместить туда солод на 90 минут это так называемая мальтозная пауза температуру надо либо поддерживать я буду варить сусловарочном котле в котором я варю пиво можно варить в обычной кастрюле нужного объема тогда он надо воду в кастрюле нагреть до 72 градусов засыпать туда солод когда вы засыпите солод он же холодный температура упадет до нужных 68 градусов и потом эту кастрюлю на 90 минут хорошенько укутать одеялом произойдет процесс осахаривания после этого мы проведем естественную одну пробу я покажу как как определить закончился процесс осахаривания или нет но собственно говоря в первую очередь я грею в своем котле воду до температуры 68 градусов и буду забрасывать туда ячменный солод виски у нас будет как вы поняли односолодовый я не использую то есть не буду использовать не миксов буду использовать один базовый светлый солод и напиток получится я уже пробовал так делать просто решил вот снять об этом видео напиток получается потрясающий также в этом видео я расскажу как произвести выдержку напитка в дубовой бочке а если дубовой бой как произвести возгонку правильно и как произвести выдержку если дубовой бочки не имеется то как произвести выдержку виски на дубовой щепе или так называемых дубовых чипсов и так друзья я жду пока у меня нагреется вода и вернусь к вам как только температура в котле достигнет 68 градусов котел разогрелся до 68 градусов и настало вне время вносить солод у меня в котле есть циркуляция поэтому мне перемешивать ничего не надо вам же друзья если сейчас расскажу высохнуть солод и расскажу что дальше делать если вы готовите так сказать сусло сусловало варочном котле тогда достаточно выставить температуру нужную то есть моем случае в нашем случае 68 градусов и поддерживать эту температуру в течение полутора часов 90 минут за это время произойдет осахаривание то есть весь крахмал который находится в солоде с помощью ферментов которые в нем появились при проращивании он преобразуется сахара потом эти сахара будем сбраживать если вы готовите просто в кастрюле то первое что вам надо сделать когда вы засыпали солод тщательно его перемешать потом вы укрываете кастрюлю одеялом чтобы она не теряла температура то есть температура должна быть стабильная 68 до 65 градусов она может упасть если ниже ферменты перестанут работать и процесс затормозится поэтому надо следить за температурой если она будет падать даже укрытая то кастрюлю надо время от времени подогревать на плите и тщательно перемешивать солод вам надо будет его перемешивать хотя бы три раза вот за эти вот 90 минут но собственно говоря я засыпал солод ждем 90 минут и после этого будем проверять насколько хорошо он осахарился будем делать йодную пробу я покажу как это сделать и покажу результат прошло полтора часа и время туда 90 минут и время провести йодную пробу проверить осахарился осахарилась ли наше сусло набираем немножечко сусло в любую емкость на блюдечко лучше и добавляем сюда йода йод совершенно не меняет цвет это говорит о том что сусло полностью осахарилась что весь крахмал переработан в сахарах ну собственно говоря мы достигли того результата которого хотели и теперь нам сусло надо охладить и внести туда дрожжи сло охлаждаем до температуры до температуры 27 28 градусов после этого вносим туда дрожжи и ставим под гидрозатвор на брожение несколько слов по поводу брожения существует несколько теорий одна из них что сусло должно выбраживать быстро буквально 76 7 дней и после этого его надо уже перегонять я придерживаюсь другой теории у этих даже очень высокая толерантность к алкоголю до 15 процентов поэтому и это дрожжи не хлебопекарские это именно спиртовые дрожжи для зерновых брак поэтому я придерживаюсь мнения что сусло должно выбрать насухо у меня обычно на это уходит где-то три три с половиной иногда четыре недели то есть я дожидаюсь такого результата чтобы из гидрозатвора не было никаких вообще выделений углекислоты ну хотя бы там в течение двух часов он все равно будет булькать хотя бы там два раза в день но хотя бы чтобы в течение двух часов не было выделения углекислоты то есть чтобы гидра гидрозатвор не булькал это означает что большинство дрожжей выполнила свою работу и все сахара уже как бы с помощью дрожжей превратились в алкоголь после этого можно браку перегонять после того как у меня я кстати браку ставлю вместе с дробиной на брожение потому что еще в дробине все равно остались какие-то крахмалы в этих дрожжах содержатся ферменты глюкомилаза которая способствует осахариванию крахмалов и в процессе того как дрожжи работает брага бродит еще крахмалы до осахаривается когда когда как бы напиток практически готов когда газоотделение полностью прекратилось я аккуратненько снимаю браку с осадка то есть шлангом переливаю в самогонный аппарат чтобы не осадок вот там где мертвые дрожжи там я села уже вся дробина чтобы этот осадок не попал у меня в самогонный аппарат и после этого перегоняю дистилляцию делаю один раз то есть они делают двойную дробную дистилляцию делаю один раз но делаю очень медленно процесс дистилляции вот этих 25 литров браги занимает у меня около 12 часов я делаю очень медленный нагрев и покапельно в течение двух часов отбираю 5 процентов голов после этого отбираю тело тоже покапельно очень медленно до спиртуозности в струе 35 градусов а после этого уже быстренько собираю все хвосты и вот у меня получается напиток я считаю этот метод дистилляции классический потому что когда делали настоящий виски когда его делали там еще 50 70 лет назад никто не заморачивался двойной перегонкой и так далее виски это дистиллят поэтому я считаю что должна быть одна перегонка он сохраняет тогда классическую органолептику виски напиток у вас получится если вы будете следовать вот такой вот инструкции такому алгоритму действий напиток у вас получится спиртуозность около 65 градусов не меньше точно не меньше чем 60 после этого этот напиток надо ставить на выдержку идеально конечно выдержка в дубовой бочке но что делать если у вас нет друзья дубовой бочки я использую трехлитровые банки то есть у меня есть конечно дубовые бочки и ставлю некоторые напитки на год на два на выдержку какой процесс происходит дубовой бочке первое это насыщение напитка эфирными маслами и дубильными веществами которые выделяет дуб и второе это окисление напитка мы можем этот процесс но окисление потому что бочка она дышит и так или иначе происходит окисление напитка допустим 12-летний виски заряжается бочку спиртуозностью 65-70 градусов через 12 лет оттуда достается напиток спиртуозностью 40 градусов то есть часть алкоголя естественно испаряется и алкоголь окисляется что самое главное вот как же ускорить этот процесс покупаете в любом интернет-магазине дубовые чипсы обжаренного дуба там сильной обжарки средней обжарки не обжаренного французского дуба в зависимости даже продаю чипсы хотя наверно врут мне кажется но пишут что чипсы из хересных бочек но на самом деле вы знаете что классические шотландские виски он выдерживается в хересных бочках разбираются бочки в которых выдерживался херес пересобираются по новой обжигаются до нужной степени обжиг собственно говоря он отвечает за будущий цвет напитка вот и потом потом в эти бочки заправляется уже напиток и ставится на выдержку примеру на 12 лет или там на 6 лет зависимости от того какой виски так вот покупаете дубовые дубовые чипсы степень обжарки их будет отвечать за цвет напитка будущий то есть если вы купите сильной обжарки чипсы то напиток у вас получится темно-коричневого цвета если купите вообще не обжаренные то получится светло-желтенького цвета в общем такого поэтому тут поле для деятельности помимо этого естественно чипсы насыщают напиток дубильными веществами причем за счет того что площадь соприкосновения этих чипсов значительно больше чем у бочки они делают это значительно быстрее достаточно двух месяцев для того чтобы риски получил получил такое же количество дубильных веществ и цвета как бочки за два года к примеру что же делать с окислением ведь мы это делаем но скорее всего что в трехлитровой банке закрытой крышкой и алкоголь у нас не окисляется берем очень простую штуку вот такой вот компрессор для аквариума и вот такой вот аэратор самый обычный камушек аэратор для аквариума и раз в неделю в течение 15-20 минут открываем банку и аэрируем наш виски таким образом мы получаем окисление напитка и в результате мы получим его классический вкус ну вот так вот просто можно в течение двух-трех месяцев получить аналог напитка выдержали выдержанного в бочке два-три года допустим если ну как бы больше считаю что нецелесообразно если вы хотите допустим дольше выдерживать свой напиток если у вас есть терпение и возможность тогда купите бочку и поставьте его на пару лет в бочке причем бочки тоже такая штука друзья бочки истощаются то есть первый раз допустим вы купите хорошо обожженную бочку для виски первый раз вы получите напиток такого плотно коричневого цвета второй раз цвет будет значительно значительно слабее а третий раз если вы поставите туда виски то после такой же выдержки он получится практически белый это происходит за счет того что бочка элементарно истощается так вот на третий раз бочку уже тоже надо добавлять дубовые чипсы как это ни странно вот такая ситуация либо же надо ее разбирать обжигать ну собственно говоря дубильные вещества она тоже теряет то есть не только цвет напитка теряется но и наличие дубовых дубовых дубильных веществ напитки тоже уменьшается соответственно ну вот в общем то я рассказал все что я хотел рассказать друзья и на выходе на выходе вы получите хороший виски по классическому рецепту никакого отступления от классической технологии здесь нету в этом рецепте и на вкус поверьте получается вот такой вот напиток хоть вы держите его в бочке хоть в банке на дубовых чипсах но не пренебрегайте мелочами не пренебрегайте процессом окисления он очень важен для вкуса напитка на этом друзья я буду заканчивать надеюсь этот это видео было для вас полезным собственно говоря подписывайтесь на наш канал ставьте лайки а мы будем с ларисой снимать для вас новые видео всего доброго пока